Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 3 сентября, к рассмотрению предлагаю пару австралийский доллар и новозеландский доллар, которые довольно сильно росли все последнее время. Цели наверху были успешно отработаны по последнему сценарию и к настоящему моменту, по всей видимости, появились первые признаки исчерпания этого роста и начала хорошей нисходящей коррекции. Итак, австралийский доллар вырос в соответствии с ожидаемым сценарием. После краткосрочного ретеста поддержки на 0.7226 пара оттолкнулась от уровня и начала импульсный рост, который оказался довольно сильный. Были достигнуты не только цели в районе 0.7295 и 0.7336, но оказались выше, добравшись до уровня 0.7393, который, собственно, и оказал основное сопротивление. На данный момент пара снижается. Надо полагать, что это вполне вероятно начало первой волны коррекционного снижения после столь стремительного роста с начала текущего года. Есть достаточно оснований предполагать, на ближайшую перспективу пара может ожидать довольно существенное снижение. На актуальном графике окончательным подтверждением данной точки зрения станет закрепление на текущих уровнях с последующим формированием нисходящей импульсной формации. Для этого паре, вероятно, понадобится совершить попытку возобновить рост, и только в случае неудачи и возврата под текущее сопротивление на 0.7336 появятся более твердые основания под приоритетные направления. Отбой от сопротивления уже нацелит котировки в район отметки 0.7226 с потенциальным проходом до 0.7145. Отмена сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на отметке 0.7393. Сценарий в новозеландском долларе также успешно отработан. С момента последнего обзора цена краткосрочно скорректировалась до поддержки на 0.6592, немного не дойдя до него. После этого цена довольно стремительно начала расти и уже через некоторое время достигла целевых уровней на 0.6702 и 0.6719. Тем не менее восходящее движение после этого продолжилось, но встретило серьезное сопротивление на уровне 0.6758, который не смогло преодолеть. По аналогии с австралийским долларом в данной паре вероятно тоже назревает коррекция на старшем временном порядке и снижение скорее всего окажется довольно серьезным. Это утверждение еще требует своего подтверждения, для чего необходимо уверенность закрепления ниже текущих уровней. Ну и вот на актуальном графике сигналом к закреплению на текущих уровней может стать ретест текущего сопротивления на 0.6758 с последующим отбоем и формированием нисходящей заходной формации. Уверенное и импульсообразное движение даст больше уверенности продавцам, которые смогут перехватить инициативу и нацелиться к уровням на 0.6628 и 0.6592. В свою очередь отмена данного сценария состоится в случае обновления текущего локального максимума, где расположен разворотный уровень на 0.6784. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Басимбаев, это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.